Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкиной. Я приветствую всех, кто нас смотрит на телеканале в Ютубе. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Послание президента, ответ на общественный запрос, первая оценка и впечатление. Бананам вторую жизнь и сегодня во Всемирный день творчества и инновационной деятельности расскажем о разработках молодых ученых. Барнаульские футболисты «Динамо» в домашнем матче уступили Ульяновской «Волге». Плохое состояние поля – это ли настоящая причина поражения? Буквально два часа назад закончилась трансляция ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию. Речь шла о выходе из кризиса, системных мерах поддержки. Еще перед выступлением Путина эксперты прогнозировали, что послание станет обращением нового времени. О главных тезисах послания, первых оценках расскажет Ирина Корчагина. Это послание стало 27-м в новейшей истории России и 17-м для Владимира Путина. Характер выступления еще заранее назвали постковидным. Президент начал с итогов прошлого года о сложностях пандемии и научных прорывах, а именно о разработанных в России трех вакцинах против коронавируса. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса. И по контуру внешних границ, и внутри нашей страны. В связи с эпидситуацией Путин поручил Минздраву и субъектам страны расширить программу диспансеризации и профилактических осмотров с 1 июля этого года. Для этого в регионы поставят мобильные диагностические комплексы. Также президент сообщил, что в ближайшие три года будет дополнительно направлено 5000 новых машин скорой помощи в сельскую местность, что позволит практически полностью обновить парк автомобилей. Если подытожить, то Владимир Путин призвал добиться к 2030 году средней продолжительности жизни россиян в 78 лет. Сегодня президент дал развернутые ответы на многие вопросы. Обозначил будущие социальные выплаты семьям с детьми, поддержку здравоохранения, поддержку бизнеса. По сути, сегодня мы услышали стратегию развития, пошаговую стратегию развития нашей страны на ближайшую перспективу. Теперь это необходимо в том числе обеспечить законодательной базой и сделать это незамедлительно. Стало известно, что семьи, в которых растут школьники, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей на одного ребенка. Также будет увеличен размер больничного по уходу за ребенком до 7 лет, до 100% заработка. Это особо важно для молодых женщин без большого стажа работы. Поддержка коснется и неполных семей. С 1 июля детям с 8 до 16 лет, которые растут в таких семьях, назначат ежемесячную выплату 5600 рублей. И еще одно важное заявление, в том числе для жителей Алтайского края, по словам Путина, люди не должны платить за подводку газа к границе участка. Еще один немалый факт, который был задет, учитывая, что Алтайский край, мы попали в программу, подписанную Виктором Петровичем Томенко и Миллером. Это большим Газпромом. Газификация Алтайского района 60 миллиардов рублей. Это наши южные города, это Яровой, Славгород, Трубцовс будут полностью газифицированы. И по дороге газ будет проходить по множественному владению. И на сегодняшний день, с 1 июля этого года, уже будет введена новая норма. До границ земельного участка бесплатный подвод всех газовых историй. Очень много инициатив прозвучало. Все они лягут в основу наших дальнейших планов и наших решений. И мы приступим к их реализации. Добавим, что приятным бонусом стала новость о том, что президент предложил продлить программу туристического кэшбэка до конца года. Ирина Корчагина, День с толком. Подробнее о ключевых моментах послания президента федеральному собранию и о том, как расценивают в целом обращение Путина местные эксперты, смотрите в ближайшем выпуске новостей. А сейчас о паводковой обстановке. Пригород Барнаул начало подтапливать. За последние сутки уровень воды в реке Обь составил 484 сантиметра, при том, что критическая отметка 540. В микрорайоне Затон вода начала пребывать накануне вечером. Подтоплены поля, одна из дорог перекрыта. Для жителей есть альтернативный вариант движения – понтонный мост. Как говорят местные, к паводку они готовы. И сотрудники МЧС оказывают необходимую на сегодняшний день помощь. Мы пенсионеры. Нам воду привозили, что там надо было привезти, нам привозили. А на втором этаже меня. Если второй этаж затопит, значит зато он смотрит. Сейчас из-за половодия перекрыты участки дорог в Целинном, Тогульском, Троицком, Салтонском и Олейском районах. Причем в последнем потоплены три придомовых участка. В населенных пунктах Старолейска и Карпова два круглосуточно дежурят группы спасателей. Они оснащены плавсредствами и мотопомпами для откачивания воды. В Краснощоковском районе установлены песочные ограждения, а в Топчихинском районе топят деревню. Жители села Листвянка бьют тревогу. Улицы все в воде, к домам не подойти. Приезжали сотрудники МЧС и раздали местным сухпайок. Напомним, что в зону подтопления попадает 8 районов края. Прогнозы по развитию паводка специалисты не дают. Все зависит от погоды. Более 40 тысяч жителей края говорят им спасибо. Ровно год назад, в самый разгар пандемии, был создан волонтерский штаб «Мы вместе». В его составе люди совершенно разных профессий и возрастов. Но больше всего проявили себя будущие врачи, студенты медицинского университета. В торжественной обстановке их официально поблагодарили за труд. Бережите. Самое главное – здоровья вам. Всем вам низкий мой поклон. Всем спасибо, что не забываете вы нас. Казалось бы, только недавно волонтеры начали оказывать помощь тем пенсионерам, что были вынуждены оставаться дома из-за карантина. Но прошел уже год, и краевой штаб акции «Мы вместе» отмечает свой первый день рождения. Я всегда хотела помогать людям. И здесь, когда узнала про волонтерство и про эту акцию, я сразу поняла, что это мое, и я должна помогать и здесь. Помощь здесь и сейчас, так остро необходимая при первой волне пандемии, не помешала учебе. Девушка развозила лекарства для пенсионеров, работала в больницах. Наши волонтеры, они оказывают помощь в медицинских организациях. Ну и также это доставка бесплатных лекарственных наборов больным коронавирусной инфекцией, которая тоже на сегодняшний день продолжается. То есть на сегодня только помощь в доставке продуктов и лекарственных средств ограничилась. А все остальное продолжается. Все остальное – это издача крови и участие в вакцинации от коронавируса и работа на горячей линии, и даже установка арт-объектов. За минувший год в работе штаба участия приняли более 6 тысяч человек. Климов Иван Сергеевич. За помощью к волонтерам обратились более 40 тысяч жителей края. Среди них были не только пожилые люди, но и семьи врачей, работающих в красной зоне. После отмены дистанционного обучения к ним добавились еще и учителя. На этот раз с вопросами о страховании жизни и здоровья. Это формат такой единой команды, единой команды, которой никогда никто не говорил. А это мое, а это не мое. Это я буду делать, это не буду делать. Делали все, откликались на все просьбы. Волонтеры уверены, что их деятельность будет развиваться даже после пандемии. Ведь нуждающихся в помощи очень много, и не только сейчас. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Сироты, возможно, смогут получать жилье в том населенном пункте, где они хотят проживать. Например, сейчас жилье в сельской местности для сирот почти не рассматривается, так как считается неформатным. Накануне это обсудили на онлайн-заседании с участием депутатов Госдумы и председателей региональных загсобраний. Очевидно, что проблема с квартирами для сирот – больная тема не только для Алтайского края, но и для многих регионов страны. Депутаты Саратовской области, например, предлагают увеличить до 50% долю жилых помещений, которые предоставляют детям-сиротам в одном доме. Сейчас по закону максимальная доля – 25%. Инициатива поступила и от председателя КЗС. Александр Романенко предложил распространить практику выдачи сиротам жилищных сертификатов на территорию всей страны. В Алтайском крае уже с этого года 170 сирот получат жилищные сертификаты на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей. Главный плюс этой альтернативы в том, что у человека есть возможность добавить свои деньги, например, материнский капитал, и купить жилье просторнее, а не ютиться на положенных законом квадратах. Есть сегодня сироты, у которых и возраст побольше, и обзавелись семьей, появились дети. Конечно, однокомнатная квартира для данной семьи ничего не решает. И, как правило, на сегодняшний день дети, даже получая эту квартиру, тут же ее сдают в наем, на эти средства арендует другое жилье. То есть, в принципе, проблема жилья для ребенка, сироты, для данной семьи, она не решается. Добавим, что все прозвучавшие предложения в дальнейшем направят в Государственную Думу и в парламенты регионов. А между тем, в Барнауле проведут дополнительное обследование аварийных домов. Такое решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Напомним, что за последнее время в Барнауле сразу несколько аварийных домов начали разрушаться. Глава Барнаула отдал поручение комитету жилищно-коммунального хозяйства обследовать состояние ветхих домов и поставить вопрос об их дальнейшей эксплуатации. Уже составлен перечень аварийного жилья, которое подлежит дополнительному обследованию. Туда входят 12 домов. Среди них дома на улице 1-й Западной и Советской Армии. Список адресов есть на официальном сайте Барнаула. К другим темам. Ученые политехнического вуза подарили бананам-одиночкам вторую жизнь. А в ближайшем будущем планируют изобрести и банановые эко-пакеты. Сегодня во Всемирный день творчества и инновационной деятельности бурнаульские студенты похвастались своими уникальными разработками. Крахмал, глицерин смешивают, пару минут нагревают. Это не химический опыт, а изготовление вкусно-съедобной упаковки. Под температурами образуется крахмальный клейстер. Его соединяют с бананом, перемешивают, выкладывают на тарелку и ровно на 7 минут помещают в микроволновку. Рецепт вкусной упаковки довольно прост. Это продукт, который мы можем использовать как упаковочный материал. Видите, эта пленка достаточно прочная. Из нее можно будет формировать какие-то мешочки, какие-то подставочки под что-то. Например, у меня в виде тарталетки. Предположим, вы купили пироженку, и вместо того, чтобы сложно перерабатываемый материал, в котором обычно продаются такие пироженки, вам могут выдать вот в такой симпатичной тарталетке. А также она съедобная. Это личная разработка магистрантки политехнического вуза Анны Васильевой. Говорит, идея эта особо не нова. Она лишь усовершенствовала ее и вместо яблок использовала бананы-одиночки, которые беспризорно лежат на прилавках и портятся. Кстати, в перспективе будет использовать не только мякоть банана, но и саму кожуру. Кожурку нужно сначала придумать способ ее умягчения, так как она довольно-таки жесткая. Но по содержанию пищевых волокон, собственно, почему я хочу ее использовать, она довольно-таки высока. Кстати, инновационная деятельность в политехническом вузе кипит несколько десятилетий. Ежегодно студенты, молодые ученые защищают не меньше 120 патентов и изобретений в год. Разработка технологии повышения прочности, износостойкости поверхностей металлических изделий, различных машин и различных агрегатов и оборудования. И в этом плане у нас разработаны совершенно интересные технологии, которые можно считать инновационными, и они приводят к повышению прочности в 2,5 раза и износостойкость. Машиностроительные предприятия, Воронежский авиационный завод и даже инновационный центр Сколково. Выпускники политехнического университета устраиваются на работу в самые престижные организации страны, где продолжают реализовывать свой творческий потенциал. А что касается Анны Васильевой, то у нее еще все впереди. Девушка планирует доработать вкусную упаковку и запатентовать ее. Надеется в скором времени увидеть банановые пакетики в продаже. Валентина Аскерова, Николай Шелко, День с толком. Алтайский край готовится к проведению международной акции «Сад памяти». Ее цель – высадить 27 миллионов саженцев по числу погибших в Великой Отечественной войне. В лесничествах региона деревья уже начали высаживать, но наибольшие масштабные мероприятия пройдут накануне Дня Победы и в конце мая, в день последнего звонка. Мы планируем высадить в целом Алтайском крае более 500 тысяч саженцев разных пород. По предварительным данным, в акции примут несколько тысяч человек. Центральное мероприятие мы запланировали с привлечением в Великой Отечественной войне волонтеров, различных организаций, в том числе коммерческих, 5-6 мая. В Бийске масштабная акция пройдет 6 мая в 12 часов в заречной части города. В Барнауле точная дата еще не определена, но площадки уже известны. Всего мы планируем высадить более двух тысяч деревьев, организованно высадить более двух тысяч деревьев. Площадки основные мы планируем, центральные площадки – это проспект Космонавтов и парк Изумрудный. Даты сейчас определяются, когда будем проводить. Сначала проведем субботники, приведем в порядок эти территории, а потом будем высаживать. Активное участие в процессе примут школы и детские сады. К слову, еще одна масштабная высадка деревьев на территориях самих образовательных учреждений запланирована на 25 мая, день последнего звонка. Высаживать молодые деревья продолжат и в лесничествах региона. Общая цифра молодых саженцев превысит 501 тысячу, а именно столько жителей края погибло в Великой Отечественной. Во время соревнований по гребле в школе Олимпийского резерва произошел пожар. Спортсменов и зрители экстренно эвакуировали, а к административному зданию стянулся гарнизон спасателей. Такова легенда антитеррористических учений, которые проводит ФСБ в преддверии главного спортивного события этого года, Кубка мира по гребле. Он состоится на Барнаульском грибном канале уже через месяц. О подготовке силовиков к непредвиденным обстоятельствам расскажет Валентина Аскерова. К школе Олимпийского резерва по гребле стягиваются десятки машин. Реакция на сигнал о возгорании на первом этаже. Огнеборцы в противогазах работают в условиях сильного задымления. Пожар быстро перебрасывается на крышу. На подъемнике спасателей забрасывают на самый верх. Возгорание локализовано в считанные минуты. В рамках учений ФСБ также поступило сообщение, что на грибном канале обнаружен неизвестный чемоданчик. Спецслужбы совместно с сотрудниками Роспотребнадзора приехали на место выяснять, насколько предмет опасен. Подобные антитеррористические учения просто необходимы в преддверии крупного международного соревнования в Барнауле, пояснил заместитель директора спортивной школы. Подготовка к таким соревнованиям уже длится довольно-таки большое время, уже не первый месяц. И помимо отработки, которую мы сегодня сделали в масштабах всех служб Барнаула и даже, можно сказать, Алтайского края, конечно, каждое подразделение проводит еще такие же тренировки в своих подразделениях. И безопасность соревнований, конечно, и организаторы, и силовые ведомства, и собственники гарантируют. Этап Кубка мира по гребле на Байдарках пройдет в краевой столице с 20 по 23 мая. Обеспечивать порядок будут свыше полутора тысяч полицейских. Организаторы обещают, меры безопасности будут на самом высоком уровне. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. К новостям спорта. Где взлеты, там и поражения. Футболисты Барнаульского «Динамо» прервали серию игр из трех побед. В 20-м туре Олимп первенства России ПФЛ на своем стадионе барнаульцы уступили Ульяновской «Волге». У хозяев была явная возможность ворваться в топ-5, но не получилось. Почему, расскажет Дмитрий Дроздов. Борьба! 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 Именно борьбы в этой игре и не хватало. Возможно, повлияло состояние барнаульского поля. Это можно увидеть невооруженным глазом, что покрытие с изъянами. Об этом после матча и сказал главный тренер «Волги» Ренат Аитов. Конечно, игру, наверное, не назовешь. Очень сложно сказать, что играли сегодня в футбол, потому что, прошу прощения, конечно, но на таких полях невозможно играть. Не то, что комбинировать, даже организовывать атаки. Неровное поле на улице минус два. И футбол по принципу «дальше пнем, больше отдохнем» не остановил барнаульских болельщиков прийти на стадион и поддержать свою команду. Кто-то укутался в плед и тихо дремал, а кто-то, наоборот, с кричалками и барабанами гнал футболистов вперед. «Вперед, Динамо! Вперед, Алтай! Вперед, Динамо! Вперед, Алтай!» «Нормально, но игра есть игра, когда-то проигрывают, когда-то выигрывают». «А то, что минус два, так мы же сибиряки, нам не привыкать. У нас и май месяц будет холодный еще, правильно?» «Будем плавать на грибном канале в снег, в дождь, в ветер, в бурю». «Только победа, только Динамо! Никто больше!» Пару хороших моментов были у гостей в начале встречи, а потом и белоголубые зашевелились активнее. Но Владимир Завьялов имел возможность забить, но мяч полетел мимо. А полузащитник Иван Житников почти с 11-метровой отменки не смог реализовать свою возможность. Здесь-то и сыграло спортивное правило «Не забиваешь ты, забивай тебе». При поддержке двух болельщиков из Ульяновска «Волга» соорудила гол. Полковников и Петухов упустили длинную передачу за спину, после чего нападающий Тимур Джикия вышел на дуэль с Корюкиным. И в лучших традициях своего однофамильца из московского «Спартака» головой отправил мяч в левый угол ворот. 0-1. А вот здесь хороший заброс, а вот здесь хороший заброс! И мяч залетает в ворота. Смотрим внимательно на арбитра. Ну что, комментировать, всегда обидно проигрывать. Смотрите, игру, что на второй игре была равная игра. Забили гол здесь, наверное, равная игра. К сожалению, пропустили нелепый гол, но что делать это в футбол? После 20-го тура барнаульская команда занимает 6-е место с активом 32 очка. Тем самым у «Белоголубых» не получилось войти в топ-5. Но шансы на призовые места все еще сохраняются. Теперь «Динамо» отправится на выезд, где 27 апреля встретится с «Ижевским зенитом». Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.